Всем привет! Немножко отвлечемся от основной темы канала об МППТ-контроллере. Уйдем немножко в сторонку по поводу 3D-печати. Я с недавнего времени обладатель 3D-принтера и был заинтересован. В ютубе есть описание станков, которые перерабатывают под бутылки в пруток. Очень мне заинтересовала эта возможность. Изучив уже наработки Богачева и одного нашего польского товарища, я решил разработать нечто подобное. Начал с того, что срисовал редуктор. Его материалы, как это все дело распечатать, будут выложены в репозитории после того, как я исправлю все ошибки, найденные в процессе эксплуатации. Был разработан вот такой вот нагреватель для расплющивания ленты в пруток. И был разработан вот такой вот контроллер для того, чтобы создавать температуру, скорость протяжки и все остальное. Если с редуктором, в принципе, вопросов нет, у меня были большие вопросы к нагревателю. Нужно было просверлить коническое отверстие, которое в идеале было шлифованное и нужно было как-то каким-то образом засверлить отверстие выходное 1,7 мм. Как я эту проблему решил? Взял обычный болт. Так, нагреватель использовал вулкан. Судя по всему, вулкан. Обычный болт, подходящий по диаметру, рассверлил в нем двухмиллиметровое отверстие и краешек заплющил шариком, подогнав его под диаметр прутка. Этого оказалось более чем достаточно. Утепление здесь не используется, потому что ПИД, в принципе, компенсирует теплопотери и держит температуру с точностью плюс-минус один градус на всем протяжении процесса переработки. Снимал графики. Все идеально на графиках в плюс-минус один разряд ВЦП. То есть, действительно хорошо держит. Компоненты. Термистор обычный, от 3d принтера. Нагреватель то же самое. И блок нагревателя. Это вулкан. Зафиксирован штатными винтами. Здесь есть к уголку из магазина строительного. Двумя саморезами прикручено к импровизированному столу. Крепление должно быть достаточно жестким и надежным. Саморезы должны были быть приличными, чтобы держали нагрузку. Вырывает его. Усилие на вырывание достаточно высокое. Как рассверлить, как изготовить именно отверстие в хот-энде? Вот у меня образец взял алюминиевую болванку для того, чтобы чисто показать качество. Ответ долго я искал, как это сделать. Ответ лежал на поверхности. Берем обычное перьевое сверло по кафелю и аккуратненько снимаем. Меньше чем за минуту мы имеем вот такое почти шлифованное идеальное конусное отверстие. На заметку возьмите, шикардосно получается. Теперь одной рукой я постараюсь запустить станок. Был разработан вот такой контроллер. Он умеет рулить скоростью протяжки. Она фиксированная задается пользователем. То есть, чем ниже скорость протяжки, тем точнее будет диаметр выходящего прутка. Поэтому я вот для себя остановился на скорости, которая позволяет 5-литровую бутылку вытянуть в пруток за два часа. Это стабильное качество. Я пока еще не экспериментировал. Может быть, ее можно увеличить или уменьшить. Но пока у меня стабильное качество прутка получается, я использую такую скорость. По нагреву. У Бугачева было, что он греет нагреватель до 250-260 градусов. Я выяснил, что это избыточно. Во-первых, пластик перерабатываемый начинает достаточно сильно пахнуть. Во-вторых, чем ниже температура переработки, тем меньше он портится для дальнейшей печати. И в-третьих, просто ниже температура, мне кажется, проще управление, меньше энергопотребление и все остальное. Контроллер сделан. Имеет 1, 2 и 3 незапаянный выход на силовые выходы. Первый сейчас задействован на нагреватель. Второй и третий пока не задействованы. Второй и третий планируется задействовать чуть позже на аппарат для сваривания прутка. Пока у меня с Китая компоненты не пришли, как придут, займусь. В целом, уже наработки есть, но пока рассказывать о них не буду. Базируется на попсовом дешевом драйвере шагового двигателя 4899, по-моему, и Arduino Nano. За нее огромное спасибо добрым людям, которые дали мне ее попользоваться, потому что я ее никогда не пользовался. Прямиком устанавливал от MEGA 328 на свои платы. Когда кинулся, что нужно сделать юзер-френдли проект, оказалось, что у меня таких модулей и не было никогда. Управляется все пятью клавиатурой с пятью кнопками. Клавиатура с пятью кнопками. Давайте покажу, попробую одной рукой, как это все работает. Первое. Мы можем задать... Сейчас отображается температура 24 градуса. Она немножко скачет. Ерунда. Доведется. Нам нужно первым делом... А, ну и ее можно задать целевую температуру нагрева. Вот сейчас она в 160 задана. Этого достаточно. В принципе, даже на 140 тянется. Ниже лоу спид сетап, то бишь, это скорость, с которой будет протягиваться филамент. И хай спид сетап. Это скорость размотки. Когда уже вся бобина заполнена, мы уже закончили процесс производства, нам нужно это дело размотать. Вот этот показатель, как раз с какой скоростью будет размотываться филамент. Ну, при движении назад. В общем-то, все. Выходим в меню. В основное. Сейчас нагрев выключен. Для того, чтобы включить нагрев, нужно нажать клавишу OFF. Филамент заправляется в нагреватель. Предварительно нужно подрезать его... Вот сейчас покажу. Вот таким образом. То есть, чтобы... Сейчас покажу. Ну, чтобы был вот такой очень... Не видно. Сейчас, может так. Ну, в общем, сделать, да, вот такой вот кончик. Длиной где-то сантиметра 4-5. Для того, чтобы он легко влазил. Он пролазил вот сюда. Ну, вот так вот, чтобы вытаскивался. Можем предварительно заправить. Можно заправлять его уже после нагрева хот-энда до рабочей температуры. Ну, вот давайте вставим так пока. Вставили. Это направляющие для того, чтобы пруток не перевивался. Потому что как только он перевивается, его начинает корежить. Вот так вот. И очень важно сделать так, чтобы... Сейчас покажу, как. Вот я изготавливал филамент. Он бракованный. Но только для того, чтобы откатать этот станок. Особо я о качестве не заботился. Вот в чем тут проблема? У нас трубка закручивается в одну сторону всегда. Но если вдруг филамент подается криво, она может перехлестнуться и начать закручиваться в другую сторону. И на этом сгибе получается здесь утолщение. Ну, он... Не знаю, как показать. Вот он шел... Трубка была вот тут вот снаружи. И бац! Она внутрь перехлестнулась. Вот этих вот вещей нужно избегать. Потому что они реально могут при печати, ну, где-то здесь застрять на входе в экструдер 3D принтера. Либо вот здесь вот может проходить проскальзывание зубов и тоже застревает. Поэтому вот такая пока еще направляйка из двух саморезов. Вот она как раз и помогает избежать перекручивания. Для того, чтобы не было перехлеста в прутке. Так. Ну, вот вытащили сюда. Давайте включим нагрев. Нагрев включается средней кнопкой мышки. Ой, средней кнопкой клавиатуры. Вот. Нагрев идет до 160 градусов. Использован обычный ПИТ-регулятор. Звездочка показывает, что у нас пошел нагрев. Набирает температуру быстро. Немножко он при первом нагреве ПИТ выскакивает за верхний температурный предел, но потом возвращается и держит очень стабильно на всем протяжении. Питаю станочек от блока питания 15 вольт. Ну, там 14,5-15 вольт. Разогревается все быстро и все замечательно работает. Ну, пока вот он разогревается, давайте поясню, как фиксируется филамент. Я у Богачева Виталия видел, что он здесь наматывает, что-то перевязывает, провязывает. Я вот такой вот тросик взял, обернул его вокруг одного из упоров, завязал здесь вот петельку вот такую. И что делаю? Вот видите, уже пластик поплыл. Можно его чуть-чуть вот так вот вытащить. Вот эту, 170 градусов, он уже поплыл. То есть вот так вот вытаскиваем, надеваем здесь вот из клеммника, вытащил вот такую штучку. Может быть, можно усовершенствовать, но я ею пользуюсь, мне вполне устраивает. Натягиваем ее вот так. Сейчас одной рукой, как получится, так получится. Потом продеваем сюда, вот так вот оборачиваем петельку. И вот этот кончик нужно вставить в одну из дырочек. Я обычно в ближайшую вставляю вот так вот. Сейчас на паузу нажму, вставлю и покажу, что должно получиться. Вот получится должно вот что-то такое. То есть вот мы протянули, здесь протянули. И как бы вот этот теперь кончик просовываем вот в эту петельку. Получается такая удавочка. И она не даст выскочить протягиваемому прутку. Скорее сам пруток порвется, чем что-то выскочит. Сейчас нажму на паузу, вставлю и покажу. Вот такая удавочка получилась. Как бы она держит крепко. Все отлично. Я, видите, протащил вот сюда тросик для того, чтобы не терять вот это вот отсюда, не тащить сюда и не терять филамент, потому что так гораздо удобнее и экономичнее получается. Так, у нас здесь все, уже температура вышла, стала стабильной. Пит удерживает ее в плюс-минус один градус. Начинаем производство для того, чтобы... Так, здесь в контроллере есть четыре скорости. Вперед, четыре скорости назад. То есть, первые три, они отталкиваются от того, какие мы их задали. Вот здесь, вот low-speed setup. А последняя, она быстрая для того, чтобы именно перематывать быстренько бобину с уже изготовленным прутком. Я тяну на первой скорости, вот мы вперед нажимаем, и бобина пошла крутиться, наматывая пруток на себя. Давайте. Вот видите, это как бы убыстренная скорость. И вот на первой скорости я начинаю тащить пруток. Он начинает сматываться вот с этой катушки. Вот здесь вот нарезанная уже пятилитровка. И где-то через час-два мы будем иметь бобину с таким вот филаментом. Каким образом я нарезаю... Ну, не так. Я обычно нарезаю ленту из бутылки, ну, предварительно. Наматываю ее вот на такую вот катушечку, чтобы удобно было работать с ней. Нарезаю шарикоподшипниковым бутылкорезом. Из того, что я видел в интернете, вот у того же Богачева Виталия, мне не очень понравилась схема бутылкореза с ножами, там, с канцелярскими какими-то лезвиями. Все настолько криво режется, то есть узенькие полосочки из них нарезать не проблема. А вот широкую ленту, там, 9-10 миллиметров, она начинает кривиться и, ну, все не очень хорошо. Подумал, сделал шарикоподшипниковый бутылкорез. Вот он вот так выглядит. О нем я сниму, наверное, другое видео. Ну, вот он тоже распечатан на 3D принтере. Здесь используются два шарикоподшипника, бэушные, снятые со стиральной машины. 6203, по-моему, маркировка. У них сточены болгаркой, ну, либо болгаркой можно, либо точильным камнем сточены грани, и он гранями режет бутылку. Ему, в принципе, все равно, какую бутылку резать. Рифленую, нерифленую, там, толстую, с толстыми стенками, с тонкими, пятилитровку или еще что-то. Режет одинаково, не напрягаясь. В принципе, я разрезал им и консервные банки, то есть он и консервные банки, и упаковочные. Есть строительные ленты, которыми обычно палеты сбиваются. Тоже нормально живет. Ну, как, тяжеловато, но тем не менее режет. Поэтому о нем я сниму, наверняка, чуть позже другое видео. Выложу, опять-таки, его проект в общий доступ. Ну, пока вот так. Ленты получаются, кстати, на удивление ровными и красивыми. По крайней мере, диаметр прутка не страдает. И можно задавать ширину разрезаемой ленты такими вот. Ширина задается вот такими проставками. То есть, вот в проставке есть отверстие. Какую распечатаешь и поставишь, такая и будет ширина ленты. Ну, вот, станок начал работу. Тут вот пошла намотка. Вот так у нас, то есть на первой скорости 161. Сейчас к 160 обратно вернется температура. Ну, и вот такая тягомотина будет продолжаться где-то в районе полутора-двух часов. Со скоростью еще пока не играл. Все, черновой вариант в доводке. Все требует еще какого-то изыскательных работ. Ну, хотел поделиться. Снял это видео. Будут вопросы, задавайте. Всем пока. Вот. Продолжение следует...